С ростом интереса самарцев к занятию различными видами спорта встаёт вопрос шаговой доступности спортивных объектов. В первую очередь они появятся там, где потребность в них наиболее высока. К примеру, в Куйбышевском районе Самары единственный бассейн находится в нерабочем состоянии. В ближайшее время здесь появятся новые физкультурно-оздоровители – комплекс с бассейном. Новый спортивный объект построят и в железнодорожном районе, на территории парка Щёрса. Старые районы города плотно застроены, поэтому сооружения должны быть максимально компактными. У нас город очень большой, очень многообразный. И, безусловно, у нас есть территории, где эти физкультурно-оздоровительные комплексы малоформатные, с бассейнами, но, тем не менее, безусловно, востребованные. Они будут совершенно к месту. В промышленном районе Самары Фокс с бассейном появится на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп». Все три объекта будут спроектированы по уже имеющимся и отработанным стандартам. В новых бассейнах можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования. Городские власти уверены, площадки станут хорошим подспорьем для подготовки спортсменов профильными школами Олимпийского резерва. Нам крайне важно сейчас обновлять материально-техническую базу и создавать новую материально-техническую базу для наших спортивных школ. У нас 13 школ Олимпийского резерва работают в городе. Нам крайне важно, чтобы в Самаре появлялись новые и новые спортивные объекты. И особенно это важно по передовым видам спорта, по базовым видам спорта, к которым, безусловно, относятся и плавание, и синхронное плавание. Поэтому на сегодняшний день именно бассейны нам даже важнее, чем универсальные спортивные залы. Финансировать строительство спортивных объектов планируется из нескольких бюджетов городского, областного и федерального. К строительству трех физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном планируют приступить уже в этом году. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.